Всем привет, я Кристина Терещенко с ежедневной сводкой новостей Донбасса о войне в Украине. Мы говорим о ситуации по обе стороны линии фронта, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать. Под Солидаром продолжаются ожесточенные бои. Бойцы ВСУ публикуют видео о ликвидации вагнеровцев. Только в одной траншее были уничтожены 25 оккупантов. Отражают штурм противника под Бахмутом, но по данным аналитиков Института изучения войны, российские войска продвинулись к северу от города. Также, возможно, усиливают атаки к югу в районе Крещиевки. На огромные потери своих военных в России внимания не обращают. Президент Владимир Путин поручил за следующие три года увеличить российскую армию до 1,5 миллиона военнослужащих. Также велел сформировать новый армейский корпус и два военных округа вблизи границы с Финляндией. В Кремле подтвердили действие указа Путина о мобилизации. Мобилизации продолжается. Об этом говорится в ответе администрации президента РФ на одно из депутатских обращений. Указано, что в конце октября прошлого года завершены, по их словам, оповещения и призыв граждан, пребывающих в запасе. А военные комиссариаты по-прежнему продолжают набирать в армию контрактников и добровольцев. В ответ на другой депутатский запрос сказано, что подписывать указ о завершении мобилизации Путин не будет. Якобы для этого отсутствуют правовые основания. Тем временем Минобороны РФ заявило, что Сергей Шойгу снова ездил в зону боевых действий в Украине. Якобы проинспектировал штаб группировки «Войск Восток», где заслушал доклады командующих и вручил награды. В видеосовещании записано без звука, все документы на столах заблюрины, также размыты титры имен докладчиков, которые включались по видеосвязи. Издание агентства обратило внимание, что на видео попал генерал-лейтенант Евгений Никифоров, которого украинская и западная разведки называли новым уже четвертым командующим группировкой войск «Запад» в Украине. На видео он участвует в видеоконференции «Шойгу» и командующим так называемой спецоперации «Валерием Герасимовым». При этом должности и имя скрыто. По данным британской разведки, Никифоров на своей предыдущей должности активно участвовал в планировании провалившейся попытки наступления на Киев из Беларуси через зону Чернобыльской АЭС. На новой должности он должен будет удерживать территорию Луганской области вокруг Кременной и Сватова. На этом направлении на данный момент ВСУ ведет контрнаступление. Не дня без обстрелов в Донецкой области. Около полуночи российские войска нанесли два удара по Краматорску. Ракеты попали в промышленную зону города. Никто не пострадал. За эти сутки под огнем оккупантов были 13 населенных пунктов. Большую часть снарядов приняли на себя Авдеевка, Красногоровка и Часовьяр. Известно о двух погибших. Это жители Бахмута и Северного. Разрушено всего 10 объектов. Это жилые дома, школа, больница и завод. Снова взрывы звучали на неподконтрольной части области. Этой ночью под обстрелом оказались два оккупированных города Харциск и Волноваха. В последнем, как стало известно, удар пришелся по гостинице. Два здания отеля сильно разрушены, разбиты окна и стены. Между вторым и третьим этажом обрушились перекрытия. По данным боевиков, в гостинице находились 8 человек. Одна женщина погибла, остальные семеро эвакуировались самостоятельно. При этом, располагались ли в этом отеле российские военные, не уточняется. Тем временем, под завалами, разрушенного обстрелом торгового центра в Донецке, были найдены тела еще двух погибших. Таким образом, число жертв увеличилось. По состоянию на вечер 17 января погибло три человека. Тем временем, виновных в обстреле макеевского ПТУ, группировка ДНР для себя определила. Как сообщает украинская разведка, будут наказаны замначальника местного РОВД и семь народных милиционеров. Все они уже арестованы, им предъявлены обвинения в халатном отношении к функциональным обязанностям. По данным разведки, долго держать их в тюрьме не будут, а направят на блокпосты в районе Опытного и Майорска. В Днепре завершены поисковые работы. На месте ракетного удара 14 января в тот день был разрушен многоэтажный дом. Два подъезда полностью уничтожены. Российская ракета Х-22 унесла жизни 45 человек, в том числе шестерых детей. Среди жертв есть и переселенка из Донецкой области, пожилая женщина из Торецка. В числе пострадавших также жители Краматорска и 19-летняя студентка из Луганщины. Всего ранения получили почти 80 мирных жителей. На данный момент неопознанными остаются 15 погибших. Без вести пропавшими считаются 20 человек, четверо из них дети. Кроме того, пятеро детей остались сиротами. Трое из них теперь будут жить под опекой родственников, а двое в детском доме. Они остались вовсе без близких, кто мог бы о них позаботиться. По данным британской разведки, Россия запустила по дому в Днепре противокорабельную ракету, которая непригодна для высокоточных ударов. Россия ложно заявила, что за это ответственна украинская ракета ПВО. Х-22 известна своей неточностью при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городской местности. Подобное оружие было ответственным за многие инциденты с массовыми жертвами среди гражданского населения, в том числе за удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года. Предположение о том, что российская ракета могла быть сбита украинской ПВО, высказал ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович. Его слова подхватила российская пропаганда и чиновники. После общественного резонанса Арестовичу пришлось извиняться перед украинцами и пострадавшими. После такой, по его словам, принципиальной ошибки он написал заявление об увольнении с должности. Соответствующий приказ уже подписан. В этот же день, 14 января, Россия ударила и по Киеву применила зенитные ракеты С-400 впервые с начала полномасштабной войны. Как заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, удар был нанесен из Брянской области. Тогда по Киеву было выпущено более 10 таких ракет. Украинское ПВО средств для того, чтобы избивать С-400, пока не имеет, потому воздушная тревога сработала уже после удара. В сети опубликовано видео, как сейчас выглядит Азовсталь в захваченном Мариуполе. Металлургический комбинат полностью уничтожен обстрелами. На кадрах видны проходные и мост, ведущий к заводу. Ранее развитое предприятие теперь превратилось в руины, как и весь приморский город. Все на сегодня, но мы продолжаем информировать вас в нашем телеграм-канале «Дежурный по Донбассу» 24 на 7. Там свежие новости для вас. Если нравятся такие сводки, как эта, то их на ютубе выпускаем ежедневно. До встречи и берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok